Информационный туристический центр. Именно сюда приходят туристы за помощью. Где остановиться, что поесть и какие достопримечательности посмотреть. За все время центр посетило более двух с половиной тысяч туристов. Наш туристический информационный центр был открыт в мае прошлого года. Полтора года назад, может, в рамках программы поддержка мер по укреплению доверия, финансируемой Европейским Союзом и внедряемой правой. Наши гости, когда приезжают, спрашивают в первую очередь карту. И карта – это как средство первой коммуникации, общения, когда они понимают, что они могут говорить на английском, что у нас есть даже карта на английском языке. Пока мы общались, информационный центр посетил турист из Австрии. Его зовут Франц Фукс. Любит путешествовать по всему миру. О Приднестровье слышал. В основном читал статьи из интернета. Я здесь четыре дня. Удивила кухня. Очень вкусная. Видел несколько достопримечательностей. В основном советского плана. Все понравилось. Хочу еще. Как говорится, желание гостя – закон. Решили показать, чем еще привлекательно Приднестровье. Правда, погода оказалась нелетной, поэтому показать красоты центра вряд ли удастся. Было решено отправиться в хостел. В Приднестровье есть несколько хостелов. Этот самый молодой. Ему всего полгода. Но его за это время посетило уже более двух сотен туристов из разных стран мира. Лето – самое горячее время. Правда, и в осенне-зимний период тоже комнаты не пустуют. Приезжали люди, очень состоятельные люди, американцы. И я у них спросила, почему именно хостел, а не отель. Они говорят, в отеле замкнутое пространство. Мы не можем там находиться. Нам нужно общение между людьми. Они приезжают для того, чтобы пообщаться, посидеть, поговорить, выпить чашку кофе. Франц никогда не останавливался в хостеле. Но когда увидел Приднестровскую гостеприимность, решил поменять свои планы. Однако экскурсия на этом не закончилась. Следующий пункт назначения – касса Караман. Это гостевой дом в Терновке. День проведете в нашей семье, а мы молдаване, и вы сегодня будете молдаваном. Сельский туризм в Приднестровье набирает популярность. Франц познакомился с молдавским бытом, узнал о семье Анжелы Караман, которая жила в этом домике. Кроме этого, впервые увидел сундук со старинной фотокарточки, деревянные ставни и печку. Отлично! Все! Дело пошло! Гостевой дом работает круглый год. Кроме экскурсии по дому, иностранцы могут поучаствовать в различных мастер-классах. На этот раз Франц попробует приготовить молдавские плаценты. Им очень нравится наше гостеприимство, щедрость, потому что шикарно, богато накрытый стол. И на этом столе все, что растет у нас на огороде. Тесто и начинка для блюда уже готовы. Осталось гостю только раскатать и пожарить. Печь плаценты будут в печке. Кстати, с тестом Франц работает впервые. Неплохо получается, согласитесь? В таком гостевом доме своя уютная атмосфера. Тепло от печки согревает, и даже сильные морозы не ощущаются. Это очень интересно для туриста. Можно не только поесть, но и попрактиковаться в приготовлении еды. Кроме этого, узнать историю этого народа. Ну что, пришло время пробовать блюда. Худ, так как? Зеркуд? Зеркуд, я же говорила, я познаю. А приготовленное своими руками вообще очень вкусно, правда? На этом путешествие Франца не заканчивается, ведь Приднестровью есть чем удивлять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова